Друзья, всем привет! Сегодня идет дождь, 17 апреля. Мы с Сережкой находимся сейчас именно в соседнем номере и попытаемся вам рассказать о спиннинге, который мы тестируем. Данные спиннинги мы взяли на тест в апрельскую поездку. Спиннингов было порядка пяти-шести штук. Что-то мы покажем вам, что-то нет. Будем показывать сейчас, рассказывать о тех палочках, которые мы именно раскусили. То есть те палочки, которым мы уделили больше времени, потому что вы должны понимать, что за одну поездку оттестировать все палки, которые нам дали, все палки, которые мы купили, взяли, нам дали на тест, невозможно, потому что их очень большое количество. И чтобы сделать грамотный вывод какой-то, да, и чтобы вас не подвести и самим все это дело понять, нужно потратить время. Я считаю, что, допустим, на одну поездку, в принципе, нужно, ну, хотя бы максимально две палочки. Мы постарались вам за эту поездку показать несколько палок, больше двух. С чего бы начать? Давайте начнем, наверное, с самой тяжелой палки. С самой тяжелой палки, да. Палочку на данный момент сейчас вот я тестирую, и палочка мне очень понравилась. Значит, спиннинг до 700 грамм, до 700 грамм, от компании SFT, модель Insider. Так, я не буду разворачивать помещение, вы уж там как-нибудь сейчас разберетесь. Я постараюсь, там, может быть, при монтаже как-то вставить какие-то фотографии. Вот. Сергей Щек пытается вам показать. Получается, накатывается. Отлично. Значит, палочка серии Inline, то есть спиннинг без колец, нет ни единого кольца, на конце просто тюльпан своеобразный и, значит, входное отверстие под плетенку. Палочка, значит, морского класса, и это пилкерная палка для ловли палтусов. Мне она прилигнулась на выставке. Долго я к ней ходил, то есть такой реально кол, тяжелый кол, в принципе, давайте будем откровенны. Ну, не очень тяжелый, но тяжелый, скажем так. То есть это под хорошую подоконскую катушку, кстати, вот он ложится нормально, то есть она не перевешивает, не утягивает. Сейчас я по-другому положу скажу и скажу, что там вот нужна другая катушка. Так вот, в принципе, она тяжелая, но к ней я вот лично привык и, наверное, в принципе, я к таким колам-дрынам привыкаю очень быстро, потому что люблю на такие палочки ловить. Сейчас мы попытаемся вам еще раз показать, значит, строй этого удилища. Я попытаюсь, значит, вставить нарезки, как оно работает сейчас при монтаже. И просто я к чему это говорю, да? Просто на инстаграме сейчас ложили фотографии и люди говорят, по-моему, как раз про Бальзов, которая самая легкая палка из нашего теста, одна из самых легких, скажем так. Возможно, и самая легкая. Вот. И там тест, да, 220 грамм, что, по-моему, если мне память не изменяет. Палочки новые, я могу сейчас ошибаться. Вот. Мы к ним только, конечно, с ним только знакомимся. Кстати, некоторые палки даже в продажу найти нельзя. И надеемся, что магазин Трофифишинг к себе их завезет, потому что это реально, ну, не то, что, может, новинки, а, может быть, просто поставщики не уделяют внимания этим палочкам, считая, что это, ну, провальный товар. Мы сейчас попытаемся вам, не потому что мы что-то навязываем, да, мы всю выставку искали именно те палочки, которые пригодятся, те, которые будут полезны в нашем деле, в нашей рыбалке. И именно те палочки, которые именно подходят для нашего вида ловли, для троллинга в один спиннинг, чтобы ловить на поклевке. Они, кстати, ценовая политика от этих палочек где-то от 4 тысяч и до 20 тысяч. То есть мы разный диапазон взяли. И, допустим, палочка за 20 тысяч, она реально такая, можно сказать, пафосная палочка. Она вообще классная во всем, но они сейчас немножко попозже. Так, давайте вернемся к инсайдеру. Эта палочка, ну, для меня это просто божественно. Тоже классная палка. По трофейной рыбе, да, в принципе, по любой рыбе. То есть я на этой палочке гонял как хардкор от Юзури. Хардкор – это прогонистая приманка с узкой лопаткой. То есть я чувствовал игру. Я на этой палочке, мы тестировали, значит, уголок Ева, мне человек попросил. Это обратный спиннербейт. Ну, там можно было разные вещи цеплять к этому спиннербейт, то есть к этому уголку. Вот, то есть можно воблер, можно силикон, там, виброхвост, какие-то всякие вабики, шмамики. Любую вещь, то есть интересную вещь, но мы не смогли ее протестировать, к сожалению. Так как именно там, где надо ловить, рыба сейчас неактивна, то есть не клюет. Пока мы не растестировали. Так вот, на этот уголок мы ставили вертушку. И вертушку, скажем, это получается четвертый номер, этой палочкой я чувствовал работу. То есть реально, как лепесток работы. Если я перестал работать, я перестал чувствовать. Ну, короче, так сказали. От хардкора до халк, до халкообразных. Агрессоры, халки, бандиты, мэнсы, бомберы, крэнкеры. Разнообразные, значит, любые. То есть вот все, все приманки, которые я могу, наверное, спонт перечислить, эта палочка протаскивает. И она чувствует их. Классно твичится. Единственное, я говорю, минус у этой палки, что она немного тяжелая. Чуйка просто божественная. Достижение чуйки, наверное, заключается в том, что палка очень имеет сильный конус. Очень сильный конус. Сам состав бланка я вам не скажу, так как я с ней только знакомлюсь, и времени на подготовку не было. То есть не знаю, там, структура из чего сделана, там, все это дело. Врать вам не буду. Скорее всего, до добавления на вестеколопластика, потому что морская серия, вот, палка довольно-таки мощная. Что нам еще понравилось на выставке? Что она гнутся, начиная, где-то вот от этой шишки. То есть максимально. Дальше она не гнется, не сгинается вот эта часть. Ну, как нам показалось, потому что, опять же, на выставке вы видели, человек сильно ее оттягивал. То есть основная масса играет вот эту вот, вот эта часть. И это очень радует. Это своего рода что-то, даже не знаю, как будто это две отдельные какие-то составляющие. То есть она полностью не гнется. Гнется отдельная вот эта первая часть гибкая. Что еще? Это из плюсов я вам перечислил. Из минусов. Немного коротковата ручка. Немного. Но на самом деле этого достаточно. У Бриз она еще короче. Но можно было бы сделать ее подлиннее. Хват довольно-таки нормальный хватает. Хотелось бы подлиннее. Чуть-чуть подлиннее. Тогда была бы вообще бомба. Но я повторюсь, это палка морского класса сделана под стакан. И чтобы мы качали. Ручка здесь длинная, здесь короткая. Нам этого достаточно. То есть для стакана, для выкачки крупной рыбы морского уровня. Что еще? Что еще? Здесь все очень мощное. Очень мощное. Даже чересчур. Но я повторюсь, это палка для паутусов. Это морского класса. Есть петелька для застежки воблера. Мы с Сергеем всегда цепляем, чтобы тройником не вредить бланк. И мы сюда просто застежку цепляем. Да и вообще, если воблера оставить здесь, мало ли, что в доме, в палатке можно зацепить километру. Воблера лучше отстегнуть и оставить его в коробочке. Вот. Что? Ну, про эту палочку, наверное, все. Палочка божественная. Реально с хорошей чуйкой. Недостаток. Это тяжесть ее и немного коротковатая ручка. Чуйка превосходная. Мощь чуйка. Как ты думаешь, с ней на сама можно будет пойти? Да, я думаю, что ее мы попробуем еще на квок. Да и не только на квок, я думаю, что на сама. То есть, просто еще уделить по саму. Потому что, я говорю, повторюсь, палка очень мощная. Очень мощная, причем она передает любое касание. То есть, я говорю, поразительно, но вот эта вот дубина, она 700-граммовая, да, передает любое касание до приманки, там, не важно, приманки до чего-то. То есть, я подсекал, наверное, те моменты, которые даже, наверное, раньше и не понимал. То есть, она мне передала даже, наверное, больше чего-то интересного, чем... Ну, то есть, я познал, как бы, подводный мир, благодаря воблеру и этой палочке еще больше. Вот. Поэтому по саму, да. То есть, наверное, любое прикосновение сама. А сома, на самом деле, многие думают, вот, он там хавальник расстыл, там, раз, там, зачапал, приманку ушел. Нет, на квок ловишь, раз, поклевка. Два поклевка, там, минимальная, три поклевка. И причем такие качания, раз, раз, думаешь, ну, вот, 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 раз, 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 вытаскиваешь. А на тройнике, на клубе насажено было шесть рапанов, причем они так хорошо насажены. И там, из этих шести один болтается. Как он там щипывает, непонятно. Ну, в целом, просто, нам даже не за то, что здесь чуйка нужна по саму, а нам нужна мощная палка, чтобы она справилась. Единственное, как бы, конечно, тяжеловато. Не знаю, там, трофей, но сама, возможно, с ней, ну, муторно будет, тяжело будет выкачивать. Вот единственный, может быть, недостаток. Но мы это все проверим. По самому лучше палка, которая такая, и вроде бы как, не очень тяжелая, в то же время мощная, чтобы бороться на протяжении, там, сорока минут, и рука не уставала. Ну, ладно, все, палочка с этой палочкой мы закрыли. Теперь еще одна палочка. Противовес этой палки, одна из самых легких, это, вообще, ну, тоже поражает палка, это Бальзер, компания Бальзер, Бальзер Эдишн, им-12, или Айм-12. Айм-12, понимаю, что это, наверное, марка Карбона. Ну, не понимаю, а так оно и есть. Значит, Биг Байт Эдишн Айм-12, компания Бальзер. Палочка сделана очень красиво, разнесенная ручка, бланк, наверное, один из самых тонких в представленных нами, значит, палочках, то, что мы тестируем. Это легкостью, наверное, изящество может конкурировать только, наверное, Есей от Шимана за 20 тысяч рублей. То есть, да, ясил называют Есей, шимановская палка. Мы ее тоже взяли на тест, тестируем, и она мне очень понравилась. Сергей ее мало тестировал, но вот он тоже хочет на нее положить. Да. Возможно. Ну вот, значит, палочка очень изящная. Разнесенка ложится полностью под нашу руку, до локтя. И, ну, не знаю, плюс это и минус, но я думаю, что в чуйки это добавляется что-то. Если еще обратить внимание, ручка очень длинная и очень удобно выкачивать. То есть, мы ставим, упираемся кольцевой частью ручки, грубо, не знаю, в таз, в ребро, ну, да, и начинаем качать. Очень удобно. Выкачивать божественно. Палка передает тоже все, значит, касания воблера божественно. Деликатная, изящная, с хорошей чуйкой палка. Тоненьким бланком очень легкая. Какой минус? То есть, плюсы, я говорю, то есть, все плюсы. То есть, колечки очень качественно сделаны. То есть, низко стоящие кольца, не очень громадные, не сильно будут цепляться. Не смотрится как-то неказисто. Вот, бланк, говорю, очень тонкий. То есть, вот, как, вот, наверное, что. Про катушку я вам когда-то начинал говорить. То есть, если, допустим, тяжелая катушка, допустим, под СФТ подходит нормально, под инсайдер, то под эту, этот спиннинг, катушку надо что-то полегче. Здесь вот видно, что меня прям, она переворачивает. То есть, как перевес идет. Под эдишн надо, наверное, брать какую-то черепашку. Но, опять же, не джерку, опять же, неправильно. Кастовые черепашки, они разные бывают, разного размера. В размерах тоже я вам не скажу. Наверное, ну, что-то вот среднее надо подобрать. Полегче, чем, наверное, дайвовская катушка подойдет. Дайва Лекса. Вот дайва Лекса или что-то типа, а номер какой у нее, кстати, был? Он просто тут трехсотый? В разных они размерах. А мы смотрели, какую человеку? Трехсотый. Трехсотый. Вот дайва, я здесь просто у человека, у Андрея, посмотрел катушечку дайва Лекса трехсотую. И вот реально, вот если ее сюда установить, она будет балансом. Именно размер, не обязательно дайва Лекса, но вот размер, дайва Лекса трехсотый. Вот она будет сбалансирована с этим спинником. Итак, значит, чуйка божественная. Минус, минус, наверное, данная палочка, данная палочка не очень подходит под халкообразные приманки. Не очень. То есть она сгибается, ну, довольно-таки прилично. То есть это под бандосы, под бомберы 24 лонг, ну, такого плана, да? Под не очень упористые приманки. Мелкие приманки, хорнеты там пятые, шестые мы на ней гоняли. Хардкоры, опять же, от Юзури. Все она протаскивает, все она передает. Вот этой палочкой даже я с данной катушкой бросал кастом, значит, забрасывали в углерочке и просто пытались вдоль кустов протягивать. То есть она еще как бросковая палка, довольно-таки очень отличная. Я думаю, что тест у нее до 220, до 225. Видите, размер 2,40, размер 2,40, вот, кстати, вот, то, что я сейчас говорил, размер ОСФТ, размер 2,10. А данная палочка с размером 2,40, с тестом до 225. Так вот, даже можно, я думаю, что какие-то тяжелые джиги ей бросать. Ну, это, опять же, джерковая палка, поэтому она и под джерки подходит. То есть палка, в принципе, довольно-таки универсальная. Вы можете ее взять и использовать под разные какие-то виды ловли. Божественная, классная палка, она очень легкая. И причем, я говорю, очень удобно, с курком палка, и очень удобно ей выкачивать. То есть упираясь ручкой, длинной ручкой. То есть рукоять сделана именно для борьбы, для удобного заброса, бросать удобно. То есть тут сделано очень качественно, мне очень понравилось. Это одна из самых легких палок. Дальше хотелось бы показать и рассказать о палке Dragon. Это тревел, но длинный тревел. Он получается вот такой длины, где-то метр. Больше? Больше, полтора метра. Более метра тревел. Это, значит, палочка компании Dragon. Модель Magnum TI. Длина этой палочки 2,45. Тесты разные. У этой палочки три вершинки. 150, 200 и 250 грамм. По весу я вам про палочки не буду ничего рассказывать. Вы почитаете уже сами. Я просто вам буду говорить, что по ощущениям. По ощущениям. Эта палочка по весу довольно-таки средняя. Довольно-таки средняя. Ни тяжелая, ни легкая. Но если, допустим, ее взять после ESEA или после Balser Edition, то она кажется тяжелой. Но если ее брать, допустим, скажем, после уже Insider, то она кажется пушенькой. То есть здесь надо как-то понимать. Средняя такая, среднего веса палочка. Плюс ее. Это тревел. Причем это морской тревел. Для морского джига. Вот. Что-то у нас эти поехали в разные стороны. Кстати, мы у нас подразболтались. Вот. Для морского джига. Ну, написано как бы джигинг. Не знаю точно для чего. Но я думаю, что для джига сделано. Чуйка довольно-таки неплохая. Вот. Сергей ее больше всего, значит, использовал. И сейчас я ему, наверное, кстати, передам слово. Он о ней побольше расскажет. Но, значит, я то, что понял. То есть, опять же, я говорю, превосходная чуйечка у этой палочки. Вот. Строй наш. Нашего типа. Халки она тоже протягивает. В принципе, она так же как Balser построил. Не мощнее. Вот. Я думаю, что для Халка она все равно как-то на пределе. Хотя он вчера тащил ее 150-ю. Но я говорю, это говорит о том, что, в принципе, Balser можно протаскивать 150-ю. Но я считаю, что это немного не для этих приманок. Минус. Мне не нравятся очень большие пальцы. Вот смотришь на них, они вот все бальзеры, они прямо такие аккуратненькие. У Иссея, сейчас мы его покажем, там вообще, ну, что-то прям миниатюрное. Ну, палка просто божественная. На данной палке, на данной палке, вот они как-то раскоряченные, вот если их все посмотреть. И такое ощущение, что они, наверное, на разном расстоянии. Как-то вот что-то в ней такое неказистое есть. Ну, плюсом является, я говорю, это, значит, travel, перевозка. Также сюда включено и чуйка. Палка, в принципе, я говорю, довольно-таки наша. И самый главный плюс – это цена. Данная палочка стоит в районе 4 тысяч рублей. То есть, вроде бы как бюджет, но бюджет высокого уровня. То есть, я вам реально говорю, что эту палочку себе в багажничек я бы положил. За счет ее короткости, да, ее можно положить в машину. И она будет с вами постоянно ездить, ее даже внимательно надо. То есть, очень удобно. Ручка довольно-таки длинная. То есть, она вот именно не длинная, не короткая. Она то, что надо. Все. Вот она. И выкачивать удобно, упираясь. Вот. И также делать, если нужно, заброс. Или просто, допустим, выкачивать рыбу. Довольно-таки неплохо сделана сама ручка. Она мягкая, удобная. Но, опять же, все это из ЕВЭ. Что еще можно сказать? Что еще можно сказать? Три вершинки. Данная палка имеет три вершинки, повторюсь. И они выглядят вот так. Чехольчик, конечно, ну, можно было сделать поинтересней. Потому что доставать и со временем все полопается. Как-то не очень удобно. Я думаю, что со временем все полопается. Чехольчик я бы, в порядке, порекомендовал переделать. Кстати, Dragon-то польские палочки. Качество, довольно-таки, неплохое. Вот они, значит, еще две вершинки. Для нас подойдет, скорее всего, вот эта вершинка. Еще она померче. Данная вершинка, наверное, даже для какой-то ловли, может быть, беле там. Хотя, может быть, для лайтовой совсем какой-то троллинговой ловли. Данная палочка, кстати, может легко заменить палочку PowerStick. Для тех, кто в свое время заважал PowerStick, я думаю, что Magnum Ti от Dragon будет ничем не хуже. Я думаю, что где-то на... Не хочу обидеть блок-коловские палки. Я их довольно-таки уважаю. И у меня есть много блок-коловских палок. Я их ценю, люблю, уважаю. Но PowerStick не для нашей ловли. Там палка не передает те ощущения, которые надо проощущать. Так вот, и данная палочка именно передает все. Чуйка у ней превосходная. Строи у ней отличный. И добавим к этому, что это travel. Короткая, значит, для... Короткая упаковка. Единственное, я говорю, мне не очень... Вот как ты вот смотришь на эти кольца, кольца мне не нравятся. Это единственный, наверное, какой минус у этой палки. Все, минусов я больше особо вроде бы как не вижу. Палочка также имеет петельку для зацепа, приманки. Очень мне нравится, когда производители делают вот такую вот какую-то маленькую, но мелочь. А, единственный еще вот недостаток у этой палочки, то, что мне показалось. Опять же, Сергей это не заметил, но... Или ты заметил, это тоже не очень удобно. Тоже неудобно, да? Чуть-чуть поддавливает бывает руку, менять приходится положение. Поддавливает, а вот именно рука падает на резьбу, и как-то держать вот катушку мне вот... То есть неудобно. Я бы резьбу вот сюда отправил бы, и здесь было бы удобнее держать. То есть мне больше нравится, когда закручивается спереди. Вот, или, допустим, есть, как у бальзера, катушка-держателя, допустим, сделана так, что резьбы вообще нету. То есть она полностью его закрывает. Вот, кстати, это большущий плюс. Допустим, у бальзерской рукоятки катушка-держателя. Все, резьбы нету. Отлично придумано, отлично сделано. А здесь держать неудобно. То есть мне режет руку. Здесь хоть и зарядку наматывай, а потом разматывай. То есть вот этот минус, наверное. Самый основной. Все, больше в этой палке минусов нет. Палка бюджетная, за свои деньги, я думаю, что она просто классная. Так, далее, сейчас мы принесем еще палочки и покажем вам то, что мы еще протестировали. Так, следующая палочка, которая нам очень понравилась, это Нептун. Нептун в компании Спортекс. Данный производитель дает еще гарантию довольно-таки большую. При регистрации надо обязательно зарегистрировать палочку. 10 лет на сам бланк и год на фурнитуру, на кольца. Не знаю, фурнитуру что-нибудь считают. Катушка-держатель, наверное, не знаю. Но это при регистрации. То есть нужно зайти и зарегистрировать свою палочку. Дается паспорт и все. Там все легко на самом деле. Кому интересно, уже потом по приезду мне напишите. Я вам сброшу ссылку, куда, чего надо там заходить. На сайт, по-моему, компании Спортекс. Итак, данная палочка имеет классную чуйку. Почему я говорю, я сейчас говорю, везде классная? То есть можно подумать, да что Илюша не говорит, везде у него классно. Мы эти палочки подбирали изначально на выставке. Мы абы что не брали. Абы что нам предлагали, мы отказывались. То есть мы выбирали именно то, что нам подходит. Поэтому с данными палочками мы познакомились, повторюсь, заранее на выставке. Мы их, грубо говоря, на потряг подержали. Мы их постучали аккуратненько. И выбрали именно то, что мы хотели бы выбрать именно себе. Вот представьте, что мы эти палки купили себе. То есть не впаривая кому-то что-то, а именно взяли для себя. Значит, Нептун, джиггинг. Или просто Нептун. А джиггинг, наверное, это как обозначение класса этого удилища. Я считаю, что это так. Все. Нептун. Компания Спортекс. Итак, колечки. Очень так посмотрится палочка, в принципе, в целом нормальная. Единственное, первое кольцо, оно высоковато. Но, как мне кажется, что эту палочку можно еще использовать и под безинерационную катушку. За счет того, что ножка первого кольца, она будет довольно-таки высокая. И, в принципе, сюда любителям, кто вводит на безинерационные катушки, палочка вполне подойдет. Вот. То есть, она как бы такая универсальная под мульт и под безинерационную катушку. Чуйка превосходная. Легкость также, смотря с чем сравнивать. То есть, если вот опять сейчас мы уходим сюда, мне кажется, слушай, вот она, опять же, сейчас тяжело не судить, потому что эти с катушками были, да? Но не тяжелее, наверное, конкорда, не тяжелее форслайна, легче, наверное, форслайна. Палка довольно-таки хорошая. Катушка-держатель, опять же, сделан, гайка сделана сзади, что дает небольшие, небольшие неудобства при именно хвате. Здесь не столько много витков под гайку, и поэтому не так режет руку, как могла Матери Адрадон. Там очень много витков, и они такие, как бы какие-то островатые, что не знаю. Вот. Здесь все, как бы, поудобнее. Опять же, рукоятка. Рукоятка довольно-таки длинная. Опять же, она у многих из наших палочек имеются под поясовые такие, значит, упоры. Упор держится довольно-таки хорошо, не выскакивает. Все, то есть, по рукоятке она отличная, и по броску палка довольно-таки быстрая, строй у нее. Что еще, можно сказать, у меня уже пересохло. А, это, друзья мои, это, друзья мои, полуторый частник. Вот. То есть, чем мне нравятся полуторые частники, мне кажется, это мощь, в первую очередь. Вот. Тревола, допустим, я как-то не очень, скажем, до этого года любил, или, скажем так, опасался я их. Почему? Потому что, чем больше стыков, мне казалось, тем больше проблем каких-то может возникнуть. Но, посмотрев фильм, кстати, с четырехчая, с траволами, морскую рыбалку, я понял, что, Илья, ну, если на море ловят, причем приличную рыбу, на те же самые паусы даже, тягают там четырехчастниками, я думаю, ну, наверное, здесь нет такой рыбы, которая есть в море. Поэтому, наверное, можно уделить этим палочкам время и показать, на что они способны. Надеюсь, завалится сом, и мы четырехчастники эти, трехчастники травола эти... Поломаем, как колька, в своих снастях-здрастях. Николай. Так вот, палочка довольно-таки классная, реально классная, она в меру такая по весу, даже не знаю, что они еще сказать. Позволь, я добавлю. Да, добавляй, да. В отличие от того же Драгона, где Илья обратил свое внимание на большие кольца, здесь кольца также высоко отставлены, но, если вы посмотрите более внимательно, вы увидите, что на Спортексе они выполнены конструктивно таким образом... Ну, близко они стоят, они расставлены очень грамотно. ...что плетня не захлестывается. Вот с Драгоном была проблема, периодически плетеночка перехлестывается через кольца. Вот с Спортексом я таких проблем не испытывал. Это вот то, что я хотел добрыть. Ну да, вот то, что я говорил, что, допустим, кольца как-то, да, вот у Драгона, они... Вот предпас... это первое, второе, точнее, да, не знаю, откуда идет отсчет. Короче, от тюльпана первое кольцо. И вот смотрите, как оно, да, какое-то высокое, как-то почему-то это... Здесь это все, вот они как-то в ровень идут. Но вот что-то здесь немного надо исправить, и палочка будет бомбизна. Опять же, расстояние. Здесь оно одно, здесь оно пошло у Драгона уже как бы с большим этим... Каким-то разнарядкой. Здесь тоже вроде бы как с увеличением идет, но как-то оно не выделяется. Просто кольца чаще стоят. Наверное, коротко ясно, у Спортекса, у Нептуна они чаще установлены. И они как-то вот поизящней. По весу, я говорю, с катушкой... По весу они приблизительно одинаковые, наверное. Потому что с катушкой не могу что-то точно сказать. Но если вот по ощущениям, по-моему, да, Сережа, ты же больше их... Да. По весу они приблизительно одинаковые. Мы когда их пробовали, что тяжелее, не помнишь, было? Что-то тяжелее, по-моему, чуть-чуть было недавно. Чуть-чуть тяжелее, когда вам Magnum терять. Спортекса поляча. Спортекса поляча. Ну вот, я говорю, мне тоже так кажется. И опять же, палочка, вот если ее на потрях взять, она прям вот ложится в руку. Наверное, что в этой палочке еще подкупает, это гарантия. Гарантия 10 лет на бланк. Конечно, там, если мы переедем в машину, там наступим, там каким-то таким... Сами сломаем ее по каким-то таким своим техническим способам, да, это гарантия не будет. Но если вдруг палочка сломается под рыбой, то производитель дает гарантию 10 лет, и палочку вам поменяют. Это, наверное, один из больших плюсов. Палочка не очень дешевая, но она, я думаю, что, в принципе... Ну, опять же, не стоит своих денег. Не стоит своих денег, это трудно сказать, потому что есть палочки и подешевле, но данная палочка имеет право жить, и рыбак, приобретая такую палочку, получает свои удовольствия определенные. То есть палка стоящая. Повторюсь, мы на нее будем ловить. Следующая палочка... Следующая палочка... Давайте я все-таки вам покажу песню. То есть это инструмент, который, наверное, можно назвать скрипкой страдивари, я не знаю. Ну, просто элитой. Элитной палочкой. Это Есей от Шимана. Есей. На выставке нам менеджер ее называл как Ясь. Есей тоже проскакивал название. Это шимановская палочка. Опять же, полутора частника. Палочка с курком. Ручка немного коротковата, но, в принципе, локоть она перекрывает. То есть ручка в меру длинная, в меру короткая, средняя такая ручечка. Вот. Курок длинный, по два пальца. И это, с одной стороны, плюс, с другой стороны, небольшой минус. Ну, допустим, мне минус. В том, допустим, когда я держу курком, то есть я держу палочку, как троллингую, многие заметили, вот таким образом. У меня и нога еще подстраховывает, чтобы, допустим, при мощном рывке, ну, сама там еще что-то, палка у меня не ушла. Коленкой я подстраховываю. И сам курок, он немного коленку меня, конечно, задевает. Но курок загнут. То есть, если обратить внимание, он облегает палец. Довольно-таки удобно держать. Данной палочкой, данной палочкой я бросал джик, джик 50-граммовый. Когда мы тестировали, опять же, те же самые вот эти уголки, обратные спиннербейты, вот. Я пробрасывал джик 50 грамм. Палочка простукивает. Реально простукивает 50 грамм. Хотя тест у этой палочки до 170 грамм. 56-170 грамм. То есть, на нижнем тесте палочка джик простукивает и передается в руку. Колечки. Колечки у данной палочки расположены очень низко. Просто изящно, аккуратно все сделано. Их практически даже не видно. То есть, ну, палка настолько эстетично сделана, что ее приятно просто. Дизайн этой палочки очень приятен. Ее приятно в руках держать. Она тоже одна из самых легких. Где-то, наверное, по весу там. Опять же, я не смотрел эти веса, сколько они весят. Сейчас мы можем даже, не знаю, написано, нет. Вес данной палочки. Вес данной палочки. Ну, не вижу я так. Можно характеристики посмотреть в интернете. Тест 56-170 грамм. Длина 2.30 грамм. Значит, полное название спрашивали. Данная палочка у меня в инстаграме. Вот тут читайте. Пайк кастинг. Пайк кастинг, да. Пайк кастинг. 2.30 xxh. Палочка также имеет петельку аккуратненькую, прям, очень изящную петельку под зацеп приманки. Или застежечки. Катушка-держатель Fuji. Вот, дизайн. Мне очень нравится. Ну, вообще, мне очень нравится все красиво, что воблер, что палочка. Вообще, всю жизнь мне нравится очень красиво. Палочка очень красиво сделана. С хорошим дизайном. Бланк сюда тоже мелочь, но... Так вот, как-то, змеиный какой-то рисунок такой, да. Очень интересно сделано. Хромовые вставочки. То есть, ну... Палочка очень стильная. Элитная палочка. Ну, и цена также у данной палочки довольно-таки элитная. 20 тысяч рублей на сегодняшний день. Возможно, ценник будет меняться в меньшую или большую сторону, я не знаю. Я знаю точно, что сейчас их, по-моему, в продаже в России нету. И они планируются вроде бы как быть в мае или, там, к июню, где-то так. Вот. То есть, этой палочкой можно ловить и троллингом. Значит, приманки, опять же, от минимальных мы таскали. От хорнетиков пятых, от Сальма. Там маленькие очень приманки. Хардкоры Юзури протягивали. Те же самые от Сурюбита. Дипкрэнки, дипшейкеры. От Германа, дипфичеры. Бандиты, бантосообразные. Даже халкообразные приманки мы пробовали на ней протягивать. Но мне кажется, что все-таки халкообразные приманки немного для этой палочки великоваты. Хотя, по строю удилища, такое и не скажешь. То есть, она имеет сверх-сверх быстрый строй. Наверное, строй удилища один из самых быстрых наших палочек, которые мы сейчас представляем в тесте. Палка включает в себя все. Вот все лучшее, что можно было собрать, она включает в себя все. Низкую постановку колец, строй, щуйку и в то же время мощь. То есть, палка довольно-таки мощная. Очень хочется на нее зацепить сама какую-то трофейную рыбу и показать, на что эта палочка способна. Я думаю, что она не то, что сдюжит это все дело. С ней будет приятно ловить. И опять же, под эту палочку желательно катушку подбирать не больше трехсотых. Опять же, наверное, у каждого производителя свои какие-то понятия. Свои какие-то номиналы 300-400. Но если брать по кардифу, то 400 первый кардиф сюда ставить я бы, наверное, не стал. Хотя ловить можно, я ловил. Но все-таки тяжеловата катушка. Сюда надо, наверное, трехсотый кардиф ставить. Или хотя бы аккумуляторскую катушку. Вот в трехсотом размере. Лучше даже поменьше. То есть, опять же, та же самая дайловская лекса сюда отлично встанет. Ну, по размеру имеется в виду. Ну, в этой палочке, наверное, все. Потому что говорить о ней можно много. Она у меня одна из самых любимых. И данная палочка остается жить у меня. Эта палочка приобретена мною. И она будет тоже светиться в наших видосах. Постараемся ее показать на трофее. Очень легкая. Вот ее берешь, и она легенькая палочка. А в то же время, со сверхбыстрым стройом. То есть, эта палочка, по сути, ее можно назвать джиговой палочкой. Хотя тест у нее не маленький. Тест у нее 170 грамм. Постараемся сейчас вам передать какие-то очертания данной палочки. Возможно, вставим вам фотографии. Сейчас какие-то из ролика, видео. Колечки, колечки, конечно, я говорю, просто они вот так видно были. Колечки расположены очень низко. Они такие изящные, маленькие. Я влюбился в эту палку. Даже на выставке, когда ее увидел, я в нее влюбился. На воде она подтвердила мои какие-то видения. Теперь хотелось бы сказать о палочке, которая нам, ну, скажем, не очень понравилась. Такая палочка есть. Это Adragon Bolt Master. 2.45 с тестом 80-250. Чем она нам понравилась? Сейчас я вам попытаюсь это дело объяснить. То есть, палка тоже имеет право жить, но, ну, скажем так, она, наверное, вот для именно нас, Сергеем, для меня, она не очень подходит. То есть, если, допустим, ее использовать как... Продувайте, кстати, перед тем, как вставить, когда стыкуете палочку, смотрите, чтобы песочка не было, лишний раз продуть. И тогда вставить, чтобы внутренний блок не царапался. То есть, вроде бы так ее вот на потрях, она вроде бы как и быстрая. Но все равно видно, что она где-то вот работает, там, я не знаю, от какого-то там, от шестого, там, от седьмого кольца. Если так ее посмотреть, то она вот прогибается довольно-таки значимо. То есть, она какая-то... Ну, не то, что параболиком ее не назвать, но ближе, наверное, к параболическому какому-то строю. То есть, если не параболик, то между параболиком и быстрым. То есть, это не фастовая палка, то есть, это не экстра-фаст, а, наверное, что-то между медиумом и фастом. На твиче данная палочка проваливается. Данная палочка, я говорю, повторюсь, она ближе, наверное, к медиуму-строю, к среднему-строю. То есть, если вот, не знаю, передаст сейчас вот эту тряску, то есть, она работает где-то вот именно даже ближе к середине, да? Да. И это просто нам не нравится. То есть, мне не нравится, вот Сергею не понравилась, скажем, чересчур эта гибкость. Хотя, для любителей именно таких палочек, возможно, она и подойдет. Чуйка у нее вполне нормальная, сносная. Возможно, она чуть меньше, чем, чуть-чуть хуже, чем все остальные. Но она присутствует, она есть. Это не кокодил, это не какой-то катфиш там. Ну, мне такие палочки не очень. Ну, это, опять же, мое какое-то видение, да? Допустим, я говорю, вот, я показывал тот же самый, то есть, палочка просто не для меня. Сейчас, к чему я веду, допустим, вот тот же самый Эчип, да? Когда я показывал видео, и многие говорят, допустим, Илья, вот ты прорекламировал Эчип, и, значит, потом ее сам не ловил, то есть, ты пропиарил. Ребята, я ее показал, опять же, не для того, чтобы, допустим, что-то пропиарить, а под вопросом, когда люди начали спрашивать, какую палочку можно взять бюджетную. И мне эта палочка понравилась, что она очень похожа на интерцептор, и чем-то они очень схожи. Вот, и она реально, в принципе, подходит для нашей ловли, но для меня лично, мне лично нравятся более жесткие палочки. То есть, та же самая, тот же самый Эчип, он имеет чуйку, но она, ну, сама палочка, она, ну, скажем, более хлипкая, скажем так, более какая-то, ну, более хлипкая. Мне такие палочки не очень нравятся, хотя, допустим, моему сыну, моему брату, не знаю, там, есть подписчики, которые взяли и руку жмут, и им очень нравится. Мне нравится другого палочка, мне нравятся вот более жесткие, которые я вам показал, вот это вот мои палки. Так вот, вот эта палочка, она как раз вот имеет право жить, но она просто не совсем для меня. Она не тяжелая, очень классный дизайн, ручки сделаны, офигенно, то есть, мало кто так делает, то есть, удобный хват у нее здесь, просто какие-то нюансики, но они мелочные, но приятные. То есть, вот, да, какие-то изгибы. Разнесенная ручка, она небольшая, и, опять же, для заброса тоже, как бы, приятно, приятно ловить, да, можно ловить, если на какие-то крокодилы, там, не знаю, крокодилообразные, там, на ветке, там, можно ловить. Но здесь просто какие-то мелочи, но это, опять же, мне нравится. Мне нравится все красивое. Красота должна быть, сочетаться с качеством и с эстетическим каким-то удовольствием, то есть, именно передавать то, что она должна вещь передавать, да, то есть, нести какие-то свои правильные нотки. Так вот, длина данной палочки 2,45, тест 80-250. Эту палочку мы поставили одной из самых первых, то есть, и она была в тесте, наверное, самая первая. Возможно, мы ей еще уделим время, и, на самом деле, мы ей не так много времени уделили, то есть, скажем, там, 2 дня на ней половили. Поймали на ней щуку, там, не знаю, пару судаков, и все. Может быть, я где-то в чем-то ошибаюсь. Ценовой диапазон данной палочки, по-моему, в районе 7 тысяч рублей. Поэтому, за такие деньги, ну, не знаю. Возможно, она найдет какого-то своего почитателя. Может быть, я ошибаюсь. Все, друзья мои, по палочкам, которые мы тестировали, наверное, все. Еще есть, по-моему, у нас несколько палочек, но, не знаю, успеем мы их протестировать, не успеем мы их протестировать, показать. Там, Самови варианты у нас есть от Спортекс. Джиговые палочки нам очень понравились от Спортекс. Вот, но об этом, наверное, чуть позже, после того, как мы что-то половим на джиг и привяжем к нашим видео. То есть, весь сезон мы будем, опять же, ловить на эти палочки, на другие палочки. Там, джиговые у нас будут, Самови палки. Очень много будет палочек от Спортекс. Спортекс, возможно, что-то еще появится от Драгон, может быть, что-то от Шимана я хочу еще в Бестмастер показать. Возможно, будет от Байзер еще палочка. Мне очень понравилась там также серия инлайна, причем инлайн от Байзер с Курком. Вот, очень мне палочку хочется эту поюзать. Есть Самови варианты от Байзера. Байзерские палочки, на самом деле, очень качественные тоже. Вот, поэтому с ними тоже хочется поработать и их показать. От СФТ, не знаю, будет что-то еще или нет. Если что-то подберем, то покажем. СФТ, вот, мы нашли на выставке только единственную палочку, которую можно рекомендовать. Но палка просто тоже бомба. Это мощь, это изящество, это чуйка припросто. Но чуйка просто сумасшедшая. Даже не знаю, кого в лидеры поставить и кого-то выделить, потому что все данные палочки хочется оставить и на них ловить. Был бы я семирукий. Такой хрен я бы, наверное, ловил на все сразу, потому что все они достойны вашего внимания. Палочки реально бомбезные. Кстати, Magnum Ti, наверное, от Dragon это будет народный инструмент, народная палочка, потому что ценник у нее самый низкий из этих из всех.